Организаторы музыкального проекта «Счастливые поют» решили напомнить, что поход в театр – это светское мероприятие, память о котором должна остаться надолго. Именно для этого был приглашен профессиональный фотограф. Зрители с энтузиазмом приняли такое нововведение и с удовольствием позировали у престины с изображением Эдди Пиаф и Фрэнка Синатры. В зале их ожидал настоящий джаз-бенд и разминающиеся актеры. С приветственной речью выступил советник по вопросам образования культуры и прессы Генерального консульства США в Алматы Чарльз Мартин. Наше американское посольство всегда любит объединить американских музыкантов и художников с казахстанцами. И вот этот показ представляет музыку Фрэнка Синатра. Конечно, он один из самых знаменитых и великолепных американских певцов. И через казахстанских актеров и певцов мы можем узнать его жизнь, услышать его музыку. В главных ролях Эдди Пиаф и Фрэнка Синатры выступили невероятно талантливые казахстанские актеры Айсулу Азимбаева и Чингис Каппин. Самые яркие и неоднозначные моменты из жизни легендарных вокалистов актеры исполнили с невероятной экспрессией и самоотдачей. Сценаристом и идейным вдохновителем проекта выступила Ирена Равина – музыковед, певица и телеведущая. На самом деле этот спектакль рождался несколько раз и каждый раз была новая версия. Сначала это была просто любовь Эдди Пиаф и Фрэнка Синатры, потом уже добавились отношения с Шарлем Знабуром, потом выросла история Фрэнка Синатры, начала вплетаться. И в общем где-то пять лет постепенно кристаллизовалась эта форма и продолжает, кстати. В постановке прозвучали авторские аранжировки, иногда неожиданные по решению, так как авторы представили дуэт великих певцов, который был невозможен при их жизни. Вокальные партии исполнили казахстанские певцы Ирена Равина и Алексей Тимофеев. Породил шемкенского зрителя своеобразный интерактив. На протяжении действа шел контакт актеров со зрительным залом. Присутствующие даже получили несколько уроков вокала. В этом году спектакль обрел статус международного из-за участия в нем легенды мирового джаза. Благодаря посольству США жители казахстанских городов увидели тандем 70-летнего американского джазмена с казахстанскими музыкантами. И иметь свой репертуар. Именно свой. Я думаю, это отличный проект. Я не могу судить о диалогах актеров, о тексте, поскольку не понимаю языка. Я вижу, что все работают в ансамбле дружно, но при этом сохраняя индивидуальность. И мне это очень нравится. Каждый спектакль отличается от предыдущего нет рутины. Музыканты здесь просто фантастические, поэтому играть с ними было легко. Не восхититься показанной историей о нелегкой дороге Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры на вершины музыкального Олимпа было невозможно. Мне очень понравилось. Второй раз прихожу на Констанцент Азибаева и получается, а первый раз введущий кезу. Шикарная игра. Очень понравился спектакль. Интересный. Шесть актеров он узнали. Игра актеров очень удивила. Талантливые актеры. Очень красиво все. Голоса красивые. Потрясены. Надежда Вербицкая, Нурлан Алтынбеков, Марат Нургалинов. ТВК. Субтитры создавал DimaTorzok